Всем привет! Это телеканал Живая Планета. В эфире звериный репортер. Меня зовут Дмитрий Голубев. На этой неделе нам прислали обезумевшую лягушку, нежного лемура, варана в гостях у людей, а также котиков и еще раз котиков. В ближайшие полчаса вы увидите лучшие видеоролики про зверей, которые мы получили от вас, дорогие телезрители, или нашли в интернете. Поехали! В программе вы увидите, как выглядит самый надменный кот интернета, зачем проводить время в окружении волков, за кем охотится злобный баран, как стала популярна и странная собака Туна, что делать, если кроликов слишком много и до чего доводят китовьи шутки. Итак, 15 место на этой неделе. Мы с моим другом Бородатой Агамой отдали ролик, который нам прислали уважаемые телезрители аж из далекого Бангкока, столицы Таиланда. Собственно, по содержимому ролика сразу можно догадаться, что дело происходит не у нас в России, слишком уж экзотичные действующие лица. Вернее, одно лицо. Видео снято во дворе частного дома, который, по всей видимости, привык охранять этот отчаянный Бостон-терьер. Я эту собаку понимаю. Ох, друзья, жители Бангкока, думаю, уже смирились с присутствием в жизни этих грозных рептилий. А я даже на видео смотрю с ужасом, ведь вараны могут и укусить, а спина у них ядовитая и хвостом ударить. Кстати, наглость варанов – явление распространенное. Недавно похожее видео выложила в Инстаграм известная медиаперсона и главный редактор журнала «Интервью» Алена Долецкая. На отдыхе она решила утром искупаться в бассейне и стала свидетелем такого вот зрелища. За комментариями к увиденному обратимся к зоологу-герпетологу Олегу Шумакову. Олег, приветствуем в «Зверином репортере». Здравствуйте. Расскажите, кто это, с чем его едят или с чем он нас ест? Это морской варан, варанус сорватор. В общем, обычное для юго-восточной и для южной азии животное. Хищник питается мелкими позвоночными и беспозвоночными, от падали не отказывается. И любит водоемы, много времени проводит в воде, как в морской, так и в пресной. Насколько мелкими позвоночными, то есть мы подходим под его запросы? Нет, мы не подходим. Это ящерицы, грызуны, мелкие птицы, птенцы и так далее. То есть нам его опасаться не стоит? Или все? Нет, не стоит. Алена Долецкая зря ругалась? Ну, я полагаю, что да. Я был брат, если бы у меня на участке появился такой варан. Хорошо. То есть бояться не стоит, менять воду не стоит? Нет, не стоит. Это ко всем тем. Более того, дело происходит на Шри-Ланке, как я понимаю, и там вообще очень трепетное отношение и к животным, и к природе. Эти вараны гуляют по городу абсолютно свободно. То есть их можно увидеть в парках, на улице. Ничего удивительного в этом нет. Спасибо вам большое за комментарий. Не за что. Не боимся больше варанов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что тут скажешь. Бедная выдра. Она закрывает лицо лапками, прямо как испуганный человек. Выглядит невероятно трогательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но мы же с вами знаем, что выдры активно пользуются лапами для того, чтобы добывать себе еду. Более того, передними конечностями они, прямо как люди, раскрывают ракушки, чтобы съесть их содержимое. Только что происходит с выдрой в этом ролике, я догадаться сам, кажется, не смогу. Неужели она дрессированная? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чтобы не мучиться догадками, мы пригласили в студию моего коллегу, натуралиста Александра Хабургаева. Александр, так что же делает выдра? Она делает вот так вот. То есть это... Ну, если говорить по-научному, оперантный метод научения. Чем он отличается от других методов? Дрессировка. Потому что есть положительное подкрепление, есть отрицательное подкрепление. Это метод, при котором животное делает то, что оно делает и так. Просто это подкрепляется лакомством, добрым словом, используется игровая мотивация, если выражаться по-научному. То есть дрессировщик делает вот так. Пах! А выдра говорит, ой, как мне страшно. Она один раз сделала, он ее подкормил чем-нибудь? Нет, он может ее подкормить через несколько раз после того, как она это сделает. А потом выдры — это очень шаловливые животные, очень игривые. Поэтому при дрессировке выдр можно использовать исключительно игровую мотивацию. Вот подкрепление лакомством — это называется пищевая мотивация. Переходим к 13-му месту. Его на этой неделе мы отдаем новому герою интернета — надменному коту Альберту, который даже попал в новости. Его страница в Инстаграме собрала уже 52 тысячи подписчиков. Альберт, которого назвали в честь Эйнштейна, из-за необычного выражения морда теперь дышит в спину знаменитому сердитому котику и претендует на его славу. Стоит отметить, что проживающий в американском Солд-Лейк-Сити Альберт относится к породе Селкер-Крэкс. Его кудрявая шерсть — результат скрещивания персов, экзотов и британцев. Кстати, надменный Альберт, несмотря на грозный вид, очень добрый, как пишут хозяева. Пожелаем же ему легко справиться с испытанием славы и переходим к 12-му месту. 12-е место. Отдаем ролику, в котором микропиги, то есть карликовые поросята, наслаждаются жизнью. Нужно признать, что мини-пиги или микропиги — животные, поражающие хозяев своим интеллектом. Обладатели таких свинюшек утверждают, что питомцы отзываются на свое имя, соблюдают домашнюю гигиену лучше любого кота и очень преданно даже ложатся под голову хозяина. Я держу. Я закрываю этот флаг. Давай, 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 сюда. Константин, такой вопрос. Вот мы вас анонсировали, оно так и есть, как чрезвычайно отчаянных людей, готовых ради профессии, ради красивого кадра где-то даже пожертвовать собой. Где вы остановитесь? И были ли у вас случаи, когда вам приходилось останавливаться и говорить «нет»? Случаи были, когда мы уже отсматривали материал, я думал, зачем я это делаю, когда ты находишься там, ты об этом не думаешь. Уровень адреналина зашкаливает, ты делаешь какую-то работу и только потом ты осознаешь, что, видимо, что-то ты сделал где-то не так, а может быть и зря. А какова природа вашего адреналина? От чего конкретно? Это дикие животные, это дикие быки, они рогатые, они опасные. И когда тебя никогда этому не учили, ты делаешь что-то, о чем тебя просят, и только потом ты понимаешь, что ты что-то делаешь неправильно. То есть не предупредили, как сбоку и сзади. Не предупредили, не обучили, сказали «беги, гони». Куда? Что делать, когда он бежит на тебя? Что делать, когда он бежит сбоку? Ложиться при дневнице или наоборот прыгать на него? Ничего не сказали. Это было такое... Понятно, что умереть бы не дали, но коллега я мог остаться. 11 место уходит уникальному видео, которое сняли сотрудники национального парка Нижняя Кама в республике Татарстан. На видео засняты, как орла на белохвост, отмывают от чего-то на автомойке. Что ж такое могло случиться с бедной благородной птицей, что она оказалась в такой нетипичной для себя ситуации? Поясняю. Орлан-белохвост испачкался в мазуте на озере Отстойники и чуть не погиб. В результате он получил переохлаждение и отравление. Но сейчас беднягу-белохвост уже готовят к отправке для реабилитации в Ульяновск. Там есть специальный симбирский центр спасения диких птиц. Так что все будет в порядке. Это видео собрало в интернете более полутора миллионов просмотров, потому что оно трогательное. Я же отношу его к нашей любимой категории «Дружба заклятых врагов». И предлагаю вам посмотреть его, чтобы еще раз убедиться. Животные, которые содержатся в любви, вырастают беззлобными. Ну, почти. Вот они, причуды совместной жизни. Вот что значит сытое и довольное животное. Кстати, возможно, вы не знаете, но ведь кошки не только с собаками воюют. Еноты тоже их заклятые враги. Но только не в этот раз. Напомню, в последнее время стало модным заводить дома енотов. В наш рейтинг уже попадал ранее звезда Инстаграма домашний енот Федор. Этот енот также разнежен домашней обстановкой, что, однако, не отменяет факта. Еноты в Буту – страшные хулиганы. И перед тем, как их заводить, 10 раз подумайте. Девятое место отдаем не видео и даже не животному, а целому явлению, которое крайне популярно в интернете и набирает миллионы просмотров на самых разных ресурсах. Явление это называется «Злобный баран». Какие только ролики не снимают о нем любящие хозяева. Вы должны понимать, что эта «Стычка в горах» – лишь одна серия о приключениях злобного барана. А снял этот ролик хозяин животного. Более того, он сопроводил видео полусказочным текстом о том, как однажды катался на мотоцикле в горах и повстречал злобного и физически невероятно мощного барана. Да, ты меня сюда пустила, я себя буду вести хорошо. Да, я сейчас вас даже угощу лакомством. Да, самый активный. Ай, у моего кармана. Нет, меня не укусили. Просто залезли в карман мордой. Давайте же выясним у самого автора «Планеты собак», до какой крайности он готов дойти, чтобы его программа была интересной. Григорий, здравствуйте. 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 Это же волки. Это же опасно. Ну вот так вот, если моими глазами смотреть, что вы там делали с ними? Это прекрасно, а не опасно. Начнем с этого. Во-вторых, это, в принципе, они, ну, можно их назвать практически ручными волками, потому что они живут в питомнике у людей, которые много лет занимаются разведением, а, самое главное, дрессировкой этих животных. И, конечно же, нужно учитывать темперамент и характер каждого из них, когда ты общаешься, и не только это относится к волкам. Но, в принципе, волки – это те же самые собаки, только чуть-чуть постарше. И побольше. Побольше, постарше. Ну, в общем, это те же самые собаки, только более дикие еще. И, в принципе, если ты относишься к живому существу с открытым сердцем, с доброй душой, то оно всегда тебе ответит взаимностью. И никогда не нужно бояться собак, равно как и человека с ружьем. Ты вообще никогда не слышал и не видел дрессированных волков? Они, оказывается, существуют в природе? Ну, во-первых, они существуют. Волков дрессируют, кстати говоря. И братья Дуровы, Владимир Дуров дессировал волка. И, в общем, ну, сохранились достаточно много историй, которые рассказывают нам о том, что эти животные вполне поддаются обучению. И если ты хочешь установить контакт какой-то, ты должен обладать вообще минимальными, но все-таки знаниями в этой области. А на самом деле бояться животных никогда не нужно. Далее в программе. Почему люди обожают собачку с неправильным прикусом? Чем занимается на высоте горный козлик? Зачем людям китовьи шутки? И почему пес-акробат — суперзвезда интернета? На восьмом месте видео, которое прислала наша зрительница из Москвы. Оно о том, что от любви до ненависти — один шаг. А иногда и наоборот. Итак, герои видео — сожители. Беспородный кот-нарцисс, которому нет еще и года, и бернский зененхунд-феникс. Я лишь могу добавить, что иногда доброта и терпимое отношение к близким заложены в животном генетически. Недаром про бернских овчарок в целом говорят «самая добрая порода». Живое доказательство. Седьмое место. Отдаем видео, которое нам прислали из Нинска. Оно о том, что собаки не меньше людей любят развлекаться. Давай, кататься. Кататься. Ричик, кататься. Герой ролика — лабрадор Ричи, который любит кататься с горок. Он это придумал сам, чем очень повеселил своих хозяев. Они в ответ приучили его к уникальной команде «кататься», которую не знает ни один дрессировщик. Ричик, кататься. Шестое место. Отдаем суперзвезде социальной сети Инстаграм собаке по кличке Туна. Это, наверное, на сегодняшний день самое популярное животное в интернете. Почти полтора миллиона подписчиков. Аккаунт называется «Туна растопила мое сердце». Знакомьтесь, Туна. Чихуахуа со странным прикусом. С ее изображением теперь выпускаются майки, кружки и прочая сувенирная продукция. Легенда такова. Хозяйка, американка Кортни, нашла четырехмесячную Туну на обочине дороги в Сан-Франциско и решила взять домой и выходить. И далее сплошное счастье. Когда я впервые увидел это свежее видео, то не знал, как мне правильно реагировать. Пугаться или, наоборот, хохотать. Такое разве что в мультике увидишь. Легенда, блуждающая по интернету, такова. Девушку зовут Юю Лам-Лам. Дело происходит в Японии на маленьком острове Акуна-Сима. Раньше там производили боевой отравляющий газ, но после войны превратили в парк, где разводят кроликов. Место под номером 4 отдаем эксперименту, который поставила в YouTube пользователь Надя Джолин. Все ее публикации посвящены животным и взаимодействию с ними. На этот раз в центре внимания – козлик. Идея проста. Проследить путь и траекторию движения горного козла. Надо признаться, и для меня полная загадка, как эти животные умудряются скакать по скалам и не падать. Для того, чтобы немного разобраться в природе движений горных козлов, мы решили пригласить в студию нашего штатного зоолога Алису Бурсу. Алиса, привет! Привет! Как же они ползают по этим отвесным скалам? Ну, это только на первый взгляд они не приспособлены. Напротив, они очень хорошо к этому приспособлены за счет строения анатомии своих копыт. У них такое раздвоенное копыто, и его части очень подвижные. Более того, на этих частях есть такие специальные ответвления, которые позволяют им цепляться даже за самые маленькие камни. Как у альпинистов ботинки. Как у альпинистов, да, все верно. Они очень высоко прыгают и живут до трех с половиной тысяч метров. Но там же очень холодно, сколько я слышал. Ну, у них прекрасно приспособлена для этого шерсть. Если ты видел снежных козлов, они очень-очень пушистые, с таким густым подшерстком, и прекрасно себя там чувствуют. Опять же, вдали от хищников и конкурентов. Спасибо, Алиса, большое. Теперь мы с вами знаем об этих горных козлах все. Ну, или почти все. Итак, мы добрались до тройки лидеров, и вот видео, которое завоевало бронзу. Стремительно набирающий популярность в интернете невероятный ролик о том, как однажды людям в море попался кит-шутник. Дело происходит у берега аргентинского города Пуэрто-Мадрин. И в каяке сидят спортсмены, которые отправились наблюдать за тремя огромными китами. Иной человек умер бы от страха. Но этот ролик – лишнее доказательство того, что киты умные и добрые. Он добродушно опустил людей на воду и был таков. Что это, если не шутка? Серебряную медаль нашего хит-парада мы с Харьком Григорием отдаем ролику, автору которого мы даже немного позавидовали. Итак, автор видео Эдриан Шафнер. Он живет в Петгориях Альп, он швейцарец и увлекается горными лыжами. Еще он обожает свою собаку Синду настолько сильно, что не готов расставаться с ней даже во время катания. Поэтому он придумал способ, как возить ее с собой, разместив пса на шее и подстраховав сзади рюкзаком. А вот это кульминация. Явно с полным ощущением свободы и счастья собака спрыгивает с шеи хозяина. Дальше, очевидно, уже привыкший к процессу Синта, бежит вдоль лыжной полосы вместе с хозяином. Порода Аппенцеллер Зененхунд – одна из четырех разновидностей швейцарских овчарок. И вот мы добрались до первого места, которое отдаем новому видео от уже известного в интернете пса-акробата Оззи. История популярности Оззи, которая делает удивительные трюки, началась еще в 2012 году. Тогда ролики о необычных способностях собаки попали неожиданно для хозяина в интернет и набрали тысячи просмотров. За три года Оззи окончательно отточил технику и теперь собирает тысячи лайков и миллионы просмотров. Обращаю ваше внимание на окончание видео. Там показано, при каких условиях тренируют Оззи. Они вроде бы крайне щадящие и пса никто не обижает. Так что гоу Оззи, гоу! С вами была программа «Звериный репортер». Мы составили рейтинг лучших видео о животных, которые нашли в интернете и которые прислали вы сами, дорогие телезрители. Смотрите нас и участвуйте в конкурсе от нашей программы. Присылайте видео на почту зверепортерсобака.gmail.com или ставьте хэштег «Зверепортер» в Ютьюбе или Инстаграм. Автор лучшего видео о шалостях зверей получит приз от нашей редакции «Кружку. Живая планета». Нарядный свитшот от нашего партнера-дизайнера Кати Добряковой или камеру GoPro 3. Это был «Звериный репортер». Меня зовут Дмитрий Голубев. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!